Девушки отдыхают Смотри сегодня! Как выбрать музыкальный инструмент, близкий тебе по духу? Что поможет сделать еду вкуснее? И самые интересные факты из мира современной музыки. Впереди Моу Стоп! Не переключайся! Солнце в небе, соль на хлебе, вишня в саду, а ты на меду! Хрюша, во что ты играешь? Я не играю. Я выбираю! При помощи считалочки? Да. У меня вот есть три музыкальных инструмента, и я выбираю, на каком лучше учиться играть. Читалочка тебе в этом не поможет. И к тому же, я думала, ты выбрал фортепиано. Между прочим, не хочу я играть на фортепиано. Хрюша, ты меня уже запутал. Выбирай барабан. Точно не ошибёшься. Барабан! Громко, шумно, музыкально. Ха-ха! Ни ноты учить не нужно. Спасибо за совет. Не за что. Хотя нет. Не хочу я барабан. Мне бы что-нибудь побольше. Побольше? Да. Сейчас придумаю. А-а-а! Литавры! Подойдут? Литавры? А что это? Сейчас узнаешь. Друзья, сейчас мы познакомимся с необычным инструментом. Называется он литавры. Похожи они на барабаны, только литавры в несколько раз больше своих ударных братьев. Литавры. Какое интересное название. А почему литавры? Это, как ни странно, исконно русское название этого инструмента. По-немецки они звучат как паукен, по-английски тимпани и по-французски тимбалес. С виду это обычные барабаны разных размеров, но на самом деле они не так просты, как кажутся. У литавры есть педали, они позволяют нам настраивать их на определенные ноты, и композиторы прописывают в партитуре и в партиях литавриста, какие ноты им нужны. Звучат они примерно так. Действительно, по-разному. А чем обшиты литавры? Сверху на них натягивается кожа, либо пластик, искусственный материал. И в зависимости от того, насколько его натягивают, получаются разные ноты. Чем больше он натягивается, тем нота получается выше. Чем меньше он натягивается, тем нота ниже. У литавристов много всяких палочек. Эти с войлочным наконечником звучат мягче, а эти пробковые, твердо и четко. Для разных произведений нужно разное звучание. Для исполнения оркестровых произведений обычно используют 2-4 котла. В современном оркестре используются литавры трёх размеров. Большая для нижних звуков, средняя и малая для верхних звуков. Оказывается, только при помощи педалей и палочек можно вызвать настоящий гул. Ой, аж в ушах звенит. Ну а тем ребятам, кто шума не боится, смело рекомендую литавры. И опять у нас на перекус брокколи. Фу! Чем ты недоволен? Брокколи – очень полезный овощ. В нём много витаминов. Нет уж, спасибо. Я знаю, что делать. Оказывается, под действием музыкальных волн некоторые блюда становятся вкуснее. Высокие звуки фортепиано, скрипки или флейты могут сделать блюда слаще, а тяжёлые низкие басы придают горьковатый вкус. Попробуй брокколи под музыку. Пока ты рассказывала, я почти всё съел. Действительно, под музыку вкуснее. Сейчас доем и расскажу кое-что интересное. Хрюша, так что ты хотела рассказать? Хочу познакомить тебя с юными талантами, которые прислали видео на наш сайт. Знаешь, о ком ребята поют чаще всего? Наверное, о маме. Ой, а как ты догадалась? Во-первых, мама самый дорогой человек для каждого. Во-вторых, про мам написано очень много хороших песен. Это точно. Послушаем? Конечно. Это Амелия Гарипова. В детском саду больше всего ей нравятся музыкальные занятия и песенки, которые они там учат. Милая мамочка, праздник у тебя Самая красивая мама у меня Очень я, очень я мамочку люблю Праздники песенку ласково спою А это юная звезда Зоя Светюхова. Она занимается вокалом и очень любит выступать на сцене. В детском саду не первые Ты сделал первый шаг Нам целый мир подарил Её родных глазах Чьи русские земли А пирожки вкусней У мамочки любимой У мамочки моей У мамочки любимой У мамочки моей И ещё один талантливый наш зритель Семён Гордеев Он тоже прислал песню о маме Зоренький крашен солнце милей Так что зовётся Маму моей Мамочка милая Мама моя Как хорошо, что ты есть у меня Ребята, вы большие молодцы И хочу напомнить всем юным музыкантам, певцам и композиторам Присылайте видео о себе нам Подробности тут В разделе Мусток Лучшие видео мы показываем В нашей программе А на сегодня всё Слушай музыку И смотри Мусток На следующей неделе Обещаем Будет интересно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok